В современном мире военные инженеры в создании боевой техники стремятся к многофункциональности и универсальности. Ведь реалии предполагают необходимость выполнять широкий спектр боевых задач наименьшим количеством единиц техники. Наглядно данное правило можно увидеть в создании истребителей, которые стали совмещать в себе возможность введения воздушных дуэлей вкупе с нанесением ударов по объектам на земле, как бомбардировщики. Однако не вся техника на данный момент отвечает требованиям универсальности. В частности, речь идет об авианосцах. Они очень важны в морских баталиях за счет использования авиации, однако в остальном, это лишь корабль-перевозчик. Инженеры уже долгие годы ломали голову, как увеличить функционал авианосцев, сохранив его главную особенность – размещение авиакрыла. Не так давно было представлено решение, авианосец-тримарен будущего. Главная проблема современных авианосцев состоит в отсутствии возможности самостоятельно себя защитить. Эти массивные корабли постоянно имеют рядом с собой корабли поддержки, обеспечивающие прикрытие от истребителей, ракет, надводных кораблей и субмарин. Авианосные ударные группировки, АУК, крайне затратные. Для примера, только один американский авианосец Джеральд Р.Форд обошелся США в 15 миллиардах долларов, и это без кораблей поддержки. Именно поэтому инженеры приступили к разработке авианосца. Субтитры создавал DimaTorzok